Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами ученый-агроном Ломонос Петр. Я из города Баранович. Сегодняшний выпуск, я думаю, посвятит такой новой интересной культуре, как сельдерей. Многим уже эта культура прожилась по нраву, многие выращивают на своем огороде, но у многих огородников есть масса вопросов по выращиванию этой культуры. Во-первых, что? Вы все знаете, может не знаете, может не отходит для вас Америки, что существует три разновидности сельдерея. Это листовой сельдерей, это черешковый сельдерей, ну и конечно самый вкусный, самый корневой сельдерей. Все эти три культуры замечательные чем? У них очень большой химический состав. Там есть различные аминокислоты, там есть магний, там есть кальций, там есть железо, там много различных витаминов, и С витамин, и А витамин, и витамин В1, витамин В2, витамин ВП, много пектинов. Такой состав, что предполагает такой богатый химический состав. Ну, во-первых, раз такой химический состав, значит они очень благоприятны, блюда из сельдерей все действуют для людей, у которых есть проблемы с сердцем, проблемы с нервной системой, у кого есть, вот эти блюда как бы лечат. Ну, вдобавок, они имеют большую пектину, большого содержания, выводят из организма различные шлаки, значит очищают организм, поэтому очень полезны для людей пожилого возраста. Ну, а сам сельдерей, значит это замечательный лекарь, который растет на огороде, вот поцарапали руку, появилась раночка, сорвали листик сельдерея, промазали эту раночку, все, раночка заживает очень быстро, и не надо бежать, искать где-то йод, искать перекись водорода, в общем, лекарство, которое растет прямо под ногами. Ну, и вот, значит, по сельдерею, кто уже съел сельдерей, как бы многие убедились, то сельдерей, культура все-таки, ну, не такая уже простая. Почему не простая? Вот. Многих не получается выращивать эту культуру по одной простой причине, не сходят семена. А почему не сходят семена? Давайте мы разберемся все по парадочку. Значит, семена сельдерея очень мелкие. Чтобы вы представляли, полграмма, тысяча семян, тысяча семян весят полграмма. То есть, если мы берем пакетик, значит, у нас в каждом пакетике, если там даже 0,4 грамма, значит, группа 800 семянышек лежит сельдерея. Они настолько мелкие, что их посеять трудно, ну, глазам трудно уловить. А это не надо делать. Все делается гораздо-гораздо проще. Значит, для того, чтобы эти семена стали заметны, на темном фоне, мы берем, значит, любой поличинный пакет, добавляем немного мела или талька, берем, высыпаем семена, и вот так энергично, как-то все положили, надуваем воздух и энергично начинаем страхивать. Страхнули, наши семена покроются этой оболочкой, которая будет белой. Раз она будет белой оболочкой, наши семена будут очень-очень заметны. Уже на темном фоне, когда мы будем высевать, мы не загустим посевы. Мы посеем их как бы более-менее редко. Второй вариант, что мы можем взять, сейчас зима очень снежная, такая, есть много снега. Видите, вот взяли, покрыли поверхность снегом. Покрыли поверхность снегом, есть снег, и по этому снегу мы будем высевать также семена. Высеем семена, и они будут прекрасно нам видны, и мы не будем напрягать сильно зрение, ну, и добавок, мы будем иметь хороший результат в чем? Многие, значит, огородники, по привычке, как сеют ту же морковку, свеклу, берут и просыпают семена. А вот делать это категорически нельзя по шельдерею, хотя эту пораду их культур также. Кстати, замечу, все культуры, вот даже вы замечали, как самосевы укропы появляются на огороде, это близкие родственники, точно так же морковка появится, гораздо будут результаты. Ну, и чтобы вы так чуть ориентировались, я объясню, что вот если мы эти семена посеем по поверхности, не заделывая грунт, они чувствительны на свет, свет стимулирует прорастание. И в схожести этих семян у нас, если обычно мы засыпаем землей, схожесть только 40%, а то и ниже, у нас на свету схожесть будет 80-90%. То есть практически у нас зайдут все семена. Вот почему эти светочувстительные семена мы не заделываем почвой. Вот, это раз. Во-вторых, семена имеют очень много эфирных масел. Вот, про эфирные масла говорит запах. Если возьмете семена, понюхайте, слышно, что есть такой-то аромат. А вот эти эфирные масла также тормозят прорастание семян. Поэтому, если мы просто посеем, сходы наши появятся в течение где-то трех недель. То есть только через 21 день станут появляться сходы. Ну, учитывая, что они растянутые, и что две недели будут сходить. В общем, процесс прорастания у нас займет больше месяца. А как ускорить этот процесс? А делается все очень просто. Этот способ подойдет для всех культур, которые имеют эфирные масла. То есть с ароматом. Значит, мы берем, нагреваем воду до температуры 50 градусов. Ну, конечно, чтобы такую температуру соблюдать, надо иметь термометр. Положили термометр, уставили. Где термометр такой можно купить? В аптеках. В аптеках для новорожденных продают такие термометры. Положили термометр, взяли, отметили 50 градусов. В общем, она высыпали. Высыпали семена. Значит, такие семена, тухо схожие, как вот, даже вот тоже сельдеры. Кстати, некоторые, как перцы, баклажаны. Мы выдерживаем в течение двух часов. Два часа они у нас полежали. Вода уже как бы остыла. Мы потихонечку начинаем сливать на фильтровальную бумагу. Ну, что у каждой фильтровальной бумаги может быть? Это, может быть, бумажное полотенце, туалетная бумага. Мы вылили. Нас все семена полежали. Подсохли немного. И тогда мы начинаем их высевать. Потому что в таком сыром виде высыпать они как бы шлепаются. И их разделить даже хоть спичечкой очень трудно. Тем более представьте, что там будет несколько сотен. Это нереально как бы разделить их по частям. Так что подготовленные семена мы высеваем. Высчались семена. Если у нас на снегу, значит, снег наши семена польет. Нам поливать не надо. Если у нас будем сиять площадку, емкость, значит, мы прольем. Но первый пролив надо делать не леечкой, а пулявизатором. Пулявизатором пробрызнули семена. Землю увлажнили. После этого можно леечкой. Потому что если сразу полить лейкой, в честь семена наши смоются в одну кучу. И потом придется их трудно-трудно разбирать. Сельдерей, когда сеются сельдерей? Самое главное, рассказать технологию, не сладко, когда сеются. Значит, многие огородники по ошибке сеют сельдерей в конце февраля, начале марта. А это поздно. При этом сроке посева вам не удастся получить крупные корнеплоды. Листвую получите, а корнеплод нет. Уже ему не хватает времени для роста. Поэтому их надо, и учитывая то, что они что, всходят. Ну, примерно, даже при самых благоприятных условиях, что я вам рассказал, промоченные семена в кипятке, они всходят в течение двух недель. Надо сесть семена в начале февраля. Посели в начале февраля. Тем более, растение не вытягивается. И даже через два месяца оно будет высотой не более 5 сантиметров. Значит, не думайте, что оно перерастет. И многие, как бы литературу не рекомендуют, рекомендуют сразу высаживать грунт. Я же в своей практике убедился, что их лучше распекировать. Я их пикирую в стаканчике или в кассеты, и они у меня прекрасно потом приживаются на 100% и быстро развиваются в открытом грунте. Потому что, сами представьте, такая растет травка, она все равно бывает загущенная. Вы ее посадили в открытый грунт. Тут начинает и ветер, и влаги не хватает, и многие травки пропадают. А распекированные, все-таки в комнатах мы можем понаблюдать за этим растением, создать лучший уход. Мы взяли, распекировали, и потом нам легче будет воевать с ними в открытом грунте. Ну и вот дальше тоже, как бы многие уже выращивали, опять же, вот такие вопросы возникают. Ну, растет шельдерей хорошо, но не завязываются крупные корнеплоды. А тут, значит, тонкости такие, что шельдерей культура, которая очень любит подкормки. Подкормки можно делать любыми, как органическими, так и минеральными удобрениями. Желательно, ну, если есть органические удобрения, то можно просто размешать же тот же пирогной, размешать с полезным пирогнойным раствором. Ну, есть масса теперь и жидких удобрений, типа белвита, это минеральное удобрение. Каждые две недели надо его покормить. Потом, ну, самое первое, что, тоже опять перескакивает чуть-чуть, надо было посадить шельдерей, корневой шельдерей садится друг от друга на расстоянии 40 сантиметров, не меньше. Заушенность посевов не даст образовываться крупному корнеплоду. Посадили, каждые две недели кормим, время древней, конечно, поливаем. А вот в начале августа с шельдерейом нашим корневым надо провести такую операцию. Берем, отгребаем землю от корнеплода, берем острый нож и образаем все боковые корни. Остаются только центральные корни, которые шли в землю. И после этого мы берем руками, приминаем наши сельдеры и листву. Мы приминаем, черешки трещат, лопаются, но это не страшно. Если они полопались, значит, пойдет отток веществ в корнеплод. Корнеплод у нас будет такой, как нам написано, что 300 грамм и 500 грамм, и даже до килограмма может вырасти наш корнеплод. Так что, видите, проблем тут нету. Ну, а куда можем еще использовать? Значит, я уже повторюсь, может быть, скажу. Значит, листики сельдерей мы можем использовать в консервации, закатывая огурцы и помидоры. Вот, можем использовать их в салаты, добавлять в салаты. Можем какие-то мясные блюда тушить, супы, добавлять листики. Точно так же можем добавлять и корнеплоды, натирая на терку. А черешковый сельдерей всегда обычно тушится, и его можно протирать, и как пюре делать, как пюре, такое добавочное, как пюре или икру. Это очень-очень, как бы, полезно для организма. Так что, поняли, растения, это самое, как бы, все секреты я вам раскрыл и получили дружные сходы. Замечу, что моченные семена, я вам потом продемонстрирую чуть позже, они дают сходы уже через неделю. Через неделю они дружно начинают сходить. А еще в течение недели они все сходят. Так что мы ускораем рост сельдерей примерно в два раза. А быстрее взошел, значит, он будет больше вырастет к моменту посадки в открытый грунт, более крепкий. Ну и, соответственно, забег выращивания рассады будет, и мы получим хороший урожай.